Весь следующий год, если даст Бог жизнь и здоровье, мне положилось на сердце говорить на тему Церковь и Дух Святой. И я это увидел как точку максимального сближения Бога с человеком. Не всегда люди жили в такую эпоху, как нам посчастливилось жить. Мы знаем, что издревле вообще Бог говорил к отцам в пророках. Это была очень серьезная дистанция, если еще учитывать тот факт, что Бог говорил только с одним народом на земле. Потом пришло время удивительное. Настала полнота времени, и Бог явился во плоти. Но Иисус Христос был ограничен местом своего нахождения. Он, как и всякий из нас, мог быть только в одном месте в одно время. И, конечно, к Нему тянулись тысячи, сотни тысяч людей. Но и это время закончилось. И наступила удивительная эпоха, когда Господь сказал, что я умолю Отца, и Он пошлет Духа Святого. И Павел уже заявил в одном из своих посланий, что тела ваши, суть храм, живущий у вас Святого Духа. И если в древности был храм один на всей земле, определенный самим Богом адрес его обитания, а потом в средневековье церковь католическая переняла эту модель и сотни лет спекулировала со знанием людей, говоря, что Бог в церкви имеется в виду, вот в этом нашем здании, что там есть священство, что по-другому к Богу никак не пройти, как только через церковь, то Лютер уже пять веков назад провозгласил всеобщее священство. Он сказал, мы все цари и священники, а точнее не сказал, а повторил то, что всегда было в священных писаниях. И вот это озарение сознания и отклик веры людей на эту величайшую истину, что мы все имеем доступ к Отцу в одном Духе, привело нас сегодня, людей, живущих в 21 веке, к тому, что мы действительно верим, что церковь – это живые камни, это отдельные люди, в сердце которых, в теле которых обитает Святой Дух. И потому мы попробуем говорить на эту тему, хотя она очень такая сложная, потому что это все вокруг Бога, вокруг тайны, которая связана с Его именем, и нам, людям на земле, говорить об этом сложно. И я вообще не верю, что творение может анализировать или исследовать Творца. Это вообще все на выворот, это все неверно, неправильно. Бог – это не объект исследований. Пророк Исаия сказал, разум Его неисследим. Я думаю, что творению можно что-то знать о Боге только в меру того, сколько сам Творец пожелает открыть людям себя. Приятная новость заключается в том, что Он желает открыть себя людям, чтобы люди имели хоть какое-то представление, с кем они имеют дело, кому они молятся. Знаете, когда мы находимся в таком детстве еще, только пришли к Богу, там в основном все нацелено на чувства, на переживания, любви, радости, мира. И мы купаемся вот глубоко, не понимая, какая личность стоит за всем этим. А уже, когда мы взрослеем, то к нам написано, «Отцы вы познали безначального». И мы начинаем интересоваться, что же это за личность, кто он, что мы можем знать о нем. Я думаю, что любой из нас, который строит долгосрочные отношения с кем-то, интересуется, кто этот человек, что он из себя представляет. И потому все упирается в откровение. Это очень частое слово, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете – откровение. Бог открывается. По-другому ты его не можешь расщепить на атомы, ты не можешь изучить его. Ты бессилен. Твой интеллект – это очень маленькая емкость, чтобы вместить хоть какое-то представление о Боге. И я осмелюсь сказать, что сегодня мы прикоснемся к таким граням, где ты просто на какой-то ступени зависаешь, как компьютер, и ты перестаешь дальше понимать. Ты останавливаешься и идти боишься, потому что можешь попасть в какие-то непонятные дебри и создать ложное представление о Боге. Страшно и двигаться дальше, надмиваясь плоским своим умом. И хочется и понять, кто он и что он из себя представляет. Так вот, откровение. Если листать страницы Ветхого Завета, то там довольно часто Бог от первого лица говорит, я открылся Израилю вот в таком имени. А вот в таком имени я еще не открывался. То есть с этой стороны они меня еще не знают. Они даже понятия не имели, представления не имеют, кто я. И он открывался людям. В Новом Завете это тоже очень частое слово. Апостол Павел сказал, что я вообще не научился от людей. Я все понял о Христе через откровение самого Христа. И в другом послании Павел напишет, что по родословной Давида, от семени Давидова, он родился по плоти, а с Сыном Божьим открылся по духу через воскресение из мертвых. Вот здесь уже как бы мы слабы, мы не можем его воспринять как Бога, как Сына Божьего. Здесь нужно откровение. И Христос сам сказал Петру, блажен ты, Симон, ни плоти кровь тебе это открыли, но Отец мой сущий на небесах. Итак, мы понимаем, что если Творец не пожелает открыть, оно не откроется. Если Он не откроет, то никто тебе не откроет. Не важно, сколько книжек ты прочитал, не важно, сколько тебе лет, не важно, насколько сильно ты стараешься, если Он не откроет, оно не открывается. В этом смысле мы смиряем наши души и понимаем, что мы зависимы от Него. Но я повторю свою мысль. Радостная новость заключается в том, что Он желает открываться людям. И Он открывался и Израилю, и нам открывается в наше время. И вот интересно, что когда Господь встретился с Моисеем и сказал, иди в Египет и освободи мой народ. Моисей задает логичный вопрос. Они спросят меня, а кто тебя послал? Кем ты упал намочен? И Господь говорит Моисею, а ты им скажи, сущий послал. Кто? Сущий. Я сущий. Что за этим стоит? Понятно, что еврейский народ что-то знал о Боге. Книг не было, скорее всего, никаких на то время. Я имею в виду богословских. Были, наверное, предания. То, что сейчас православная церковь часто фигурирует этим. Как бы рассказывали друг другу, что знали, что помнили, как поняли. И тут приходит Моисей и говорит, сущий послал меня. И Христос, когда был на земле, у него тоже спросили, а ты кто? Он сказал, я сущий от начала. А ты можешь нас научить молиться? Он говорит, да, могу. Молитесь так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Что мы вкладываем в понятие сущий? Бог хочет, чтобы мы хоть что-то понимали, с кем мы имеем дело. Я верю, что это близко к слову существовать, сущность, существую. И одновременно это имя надо рассматривать в двух плоскостях. Это сущий над пространством и над временем. Если подобрать термины, более подходящие к этому, то это везде сущий и вечно сущий. То есть везде сущий и вечно сущий Бог это тот, кто Он есть. Кстати, этих слов в Библии нет. В русском синодальном переводе нет ни одного слова вечно сущий и ни одного слова везде сущий. Потому что в самом имени Я есмь сущий они заложены, они предполагались. И есть много других текстов в Библии, которые доказывают то, что Бог над пространством и над временем. Что мы вкладываем в эти понятия? Что Бог Он над пространством. Вот смотрите. Я и вы находитесь сейчас вот здесь в этом зале. Больше нас нигде нет. если люди хотят встретиться со мной на данный момент вот в этот день я нахожусь здесь. Больше меня нигде нет. А Бог везде. И всегда. Бог есть Дух. Это первая тайна, когда ты к ней приближаешься. Меня лично вчера вечером буквально не совру, такой легкий озноб начался. Меня я начал понимать, что я прикасаюсь к тайне сверхъестественной. Что это значит? Бог везде. Давид говорит в 138 псалме «Куда я пойду от твоего духа? Куда убегу от твоего лица? Если я взойду на небо, ты там? Если я сойду в преисподнюю, и там ты? Если я возьму крылья зари и переселюсь на край моря, на другой континент земного шара, и там рука твоя поведет меня и удержит меня одесница твоя». Давид размышляет и понимает, что ему надо перемещаться. Ему надо с точки А взойти на небо, в точку Б. С точки Б перейти в точку Си, если английским языком выражаться, переместиться в ад. А Бог не следует за Давидом по пятам, Богу не надо перемещаться. Вообще эта фраза «Бог движется» она неправильная. Никуда Бог не движется. Бог везде и всегда. И при этом Бог это личность. И в какой бы точке вселенной ты или я не оказались, именно в той точке, физической точке, Бог присутствует на все сто процентов. И именно в той точке и в том месте во вселенной ты можешь рассчитывать на его нераздельное или безраздельное внимание. Вот что меня восхищает в Боге. Например, Он сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, я там буду между ними. Я верю, что здесь собраны люди во имя Божие, но минимум два человека сюда пришли исключительно ради Господа, ни по какой другой причине. Но через улицу другая церковь, там тоже собрались люди во имя Божие. И таких церквей сотни тысяч собраны в это утро, только на территории США. Если Господь не врет, и если это не аллегория, то Он в самом настоящем смысле присутствует здесь, чтобы слышать лично, с полным вниманием твои молитвы, песни, чтобы служить Духом Святым сейчас, словом наставления, лично присутствует, не доверяет эту работу ни ангелам, никому другому, лично присутствует, Духом. И также присутствует и в других местах лично и нераздельно, хотя Он один Бог. И вот эта мысль о нераздельности Его внимания, как американцы выражаются, undivided attention. Here is my full attention. Вот мое полное внимание, я весь во внимании, по-русски говорят, это когда ты выключаешь телефон, когда тебя никто не отвлекает, когда ты не смотришь в окно, когда ты садишься, смотришь в глаза человеку, и ты понимаешь, что ты стопроцентное свое внимание отдаешь только этому одному человеку, но ты даже двоим не можешь отдать это внимание. Если двое начнут говорить, ты уже теряешься, ты уже говоришь, да-да-да, по очереди, давайте по очереди, иначе ничего не понимаю. Вот этим творением отличается от Творца, что весь тварный сотворенный Богом мир, он не имеет такой величественной способности, которую имеет Бог. Люди, животные, ангелы, херувимы могут только перемещаться, падшие ангелы, демоны, сам Люцифер в книге Иова написано о сатане, что он ходил по земле и обошел ее, сейчас пришел вот по этому адресу к Иову или там к Богу пришел и говорит с Богом. Он не может присутствовать везде, я это уверенно заявляю. Все творение не имеет такой способности, которая есть у Бога. Говорят, Юлий Цезарь за сто лет жил до новой эры, он обладал такой уникальной способностью, мог одновременно читать, писать, играть в шахматы, слушать доклад, два-три дела мог делать одновременно человек, вошел в историю как такой феномен, небывалое явление, людям это не присуще. Человек так создан, что он может на одном чем-то сосредоточить внимание, и все. но Господь восхищает, изумляет тем, что он везде и везде уделяет нераздельное внимание, хотя он один Бог. но это еще не все. Если верить, что на земле два с половиной приблизительно, почти два с половиной миллиарда верующих людей, христиан, и Господь избрал местом обитания именно тело человека, больше в рукотворенных храмах не живет, не интересно ему там жить, он избрал тело человека, это несколько раз повторяется в Писании, что мы живые камни, мы сами из себя устрояем дом духовный, мы жилище Богу, тела ваши, это храм живущего святого Духа, опять же, если верить этому буквально, то Господь вселился в людей. Каждый из нас это отдельная особа, это отдельная личность, и я не верю, что Господь как бы разделил себя, свое внимание, свою любовь, свое присутствие на два с половиной миллиарда частиц, и как бы всем понемножку моего внимания, да нет, конечно, полное, абсолютное внимание, божественное, в моем храме, и в твоем храме. Undivided attention, он обитает в тебе, как и во мне, обитает полноценно. и не перемещается, мы не гостиничный номер, что он пожил в моем сердце, потом говорит, надо и другим уделить время и внимание, я теперь побуду вот с этим человеком. Нет, нет, нет. Поэтому это первое, что в самом прямом смысле вызывает трепет, и ты понимаешь, что ты имеешь дело с Богом. Более того, перед смертью Давид сказал Соломону такую мысль. Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Он вникает во все дела человеческие. И Псалтирь 33, с престола он смотрит на всех живущих на земле, создал сердца всех и вникает во все дела их. Вам приходилось вникать в какое-то дело? Уже плохо, когда жена просит ты вникни, что там хоть твой сын делает по математике. Тебе уже плохо, у тебя уже настроение на день пропало. То есть если мы говорим по-серьезному вникнуть в какое-то дело, у нас нет силы. Люди приходят помогите разобрать какую-то тяжбу между родственниками. Ты думаешь, в суде их будут полгода разбирать. Как ты можешь из своего личного запаса времени выделить время, хотя бы послушать это все? А Господь вникает в такие тонкости, когда однажды Авраам пришел в какую-то местность, и там был Авимелех царь, и ему так понравилась Сара. Авраам скрыл, что они женаты. Авимелех взял Сару к себе, имел серьезные намерения, скорее всего, взять ее в жены. Ночью Господь пришел к языческому царю и сказал, если ты не вернешь ее мужу, я тебя накажу. Он сказал, Господи, я в чистоте помыслов, я в чистоте рук моих это сделал, я же не знал этого. Посмотрите, сколько внимания Бог уделяет этому человеку. Он говорит, я знаю, что ты не знал этого, потому я к тебе и пришел, возврати ее мужу, и я благословлю тебя. И он помолится за тебя, и твои женщины начнут рожать. Или мы читаем, что Господь посмотрел на Иакова и увидел, что он любит Рахиль больше, чем Лию. И Господь отверз утробу Лии, и она рождала, а Рахиль не могла рождать. И мы можем сказать, это коинсиденс, это совпадение таких случаев миллионы вокруг нас. Кто-то рожает, кто-то не может рожать, кто-то больше, кто-то меньше. Неужели Бог во все так серьезно вникает? На основании Библии да, во все лично вникает. второе, что удивляет в личности Бога, это то, что Он вечно сущий, что Он над временем. Время Он сотворил для людей, и Он ограничил людей временем и пространством, и Он людям назначил времена и пределы для их обитания, а Сам Он находится над временем и над пространством. Что это значит, что Бог над временем? Это значит, что Он так же хорошо видит завтра, как и вчера. И вот здесь я вообще не имею, потому что я точно в это верю, что Бог знает будущее точно так же, как нам известно прошлое. Ну, как мне известно прошлое? Потому что Я его прожил. Я могу вспомнить до тонкости, до деталей какой-то ситуации, которая была, но я понятия не имею, ничего не знаю о том, что будет, даже через минуту. Богу ведомо все, что произойдет. И это не потому, что все, что произойдет, движется по его плану. Я не верю в теорию вот этого дуализма, что Бог все запланировал, и Бог и во зле, и Бог в дьяволе, и плохое, и хорошее, но все встречается в Боге. Чушь все это. Бог не причастен злу, в нем нет никакой тьмы. Бог есть свет, и всякое даяние доброе исходит от Бога. И он пришел разрушить дела дьявола. То есть, другими словами, Бог не потому знает будущее, что все движется по его плану. Много вещей движется вопреки его воле и его плану, но он все равно знает об этом. Скажем, я тоже как бы отчасти знаю, что я буду говорить дальше, потому что у меня есть конспект. но это совершенно не то, о чем мы сейчас говорим. Это потому, что я спланировал что-то, я следую определенному конспекту, но не так, у Бога. Бог абсолютно все знает, даже то, что не входит в его планы. Он просто это знает, потому что он Бог. Богословы, как мне думается, чтобы облегчить понимание вот этих глубоких вещей, богословы придумали такой термин, как все ведения, то есть он ведает наперед, все ведает, но на самом деле он просто знает. И даже не это меня удивляет, меня удивляет, изумляет и останавливает перед величием Бога тот факт, что он при этом не забирает свободную волю у человека. То есть он знает, что ты выберешь. Он знал, какие утром ты оденешь сегодня носки. Он знал, сможет ли пилот нажать кнопку и пустить ядерную бомбу на Хиросиму или не сможет, или рука дрогнет и не сможет. Он знал. Он знал за 28 поколений, которые разделяли Давида и Христа, он знал, что Иуда предаст Христа. И поскольку Давид был пророком, он предсказал в деталях, что один из ближайших людей предаст за тридцеребреников. И другие пророки предсказали, что этими деньгами предатель не воспользуется, что на эти деньги будет куплена земля, земля горшечника, что его казнят, имеется ввиду Христа, что кость его не будет переломана. Это не план Божий, это не сценарий, это просто знание, что вот так будет. Да, план Божий был в том, чтобы спасти род человеческий, но я вот что хочу сказать всем. Бог знал, что по логике вещей, по законам того времени Христа, как и двух других бандитов, должны были бросить в яму общегородскую, и там бы их присыпали землей, они бы там гнили. Но Он знал, что Он будет похоронен у богатого, что богатый человек отдаст ему гробницу, в которой никто не был похоронен. Никогда до этого? Все это Он знал, но главная моя мысль, что все участники этого процесса, далеко многие из них, большинство из них, не знали Бога, не угождали Ему, и не двигались, можно сказать, что они как бы в Его театре работают актерами, и они исполняют Его волю, как Николай Гумилев однажды сказал, с чем я категорически не согласен, он сказал, все мы святые и воры от алтаря и острога, все мы смешные актеры в театре Господа Бога, так вот я с этим категорически не согласен, люди не актеры, Бог оставил им свободную волю, и каждый человек делает свой собственный выбор, но Бог знает, какой выбор сделает человек, можно спросить, так у меня выбор остается или нет, так у Иуды выбор остается или нет, если 28 поколений назад в точности до деталей было обозначено, что вот ты предатель, но это не сценарий, это не сценарный план, это твой личный выбор, вот здесь такая тайна и такой парадокс, который только Бог может осилить, вот послушайте тот же 138 псалом, внимательно, ты испытал меня и знаешь, когда я сажусь и когда встаю, что серьезно ты знаешь, когда я сяду, да, а если я сейчас захочу сесть, я тоже знаю, так а что у меня теперь выбора нет, когда хочу тогда сяду, когда захочу лягу, проснулся утром, еще полежу 15 минут, это что, не мой выбор, что у меня воли нет, если то есть ты все знаешь наперед, да, у тебя есть воля, но я знаю, когда ты будешь лежать 15 минут, когда 14, я все знаю, вау, серьезно, Давид продолжает мысли, ты понимаешь мысли мои издалека, вот это еще страшнее, это ладно слова, ладно поступки, ты что, знаешь, о чем я думаю и буду думать, да, ты даже в воле не имею пространства думать, о чем хочу, можешь, ты можешь думать, о чем хочешь, но я просто знаю, о чем ты будешь думать, иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, все мои пути известны тебе, нет еще слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно, то есть, Господь, вот я сейчас подбираю слова, и у меня есть воля сказать все, что хочу, да, но я знаю, что ты скажешь, чуть-чуть некомфортно, и значит ли это, что я движусь в воле Божьей, в плане Божьем всегда, и потому Бог знает, потому что Он создал меня во Христе Иисусе на добрые дела, предназначил меня их исполнять, и я вот так их исполню, нет, нет, есть масса ситуаций в жизни, когда я поступаю абсолютно вопреки воле Божьей, но Он все равно над временем, Он все равно знает, что я сделаю, Он плачет над Иерусалимом, плачет по-настоящему, без притворства, у Него текут слезы от скорби, и Он говорит, очень скоро всех ваших деток, которые сейчас резвятся и бегают, возьмут за ноги и головой разобьют о камни. Хочет ли Он этого? Нет, конечно. А что Он хочет? А Он сказал, я хотел собрать вас, как птица птенцов, но вы же не захотели. Вот что я вижу, увы, это придет, и я предсказываю вам это. Не потому, что я это спланировал, не потому, что это моя воля, а потому, что я знаю, что это будет. И Петр божится и говорит, а я от тебя не отрекусь, если все отрекутся, он говорит, отречешься. Кстати, там будет петух, ты успеешь три раза отречься, прежде чем он споет. И вот здесь, когда все так складывается и Петр и раз, и второй, и третий, зажатый в обстоятельства, отказывается, что он вообще знает этого человека, вдруг поет петух. Вот здесь ты понимаешь, что Он Бог. Он Бог. И ты ходишь перед Ним, и Он все знает о тебе. Ладно там о прошлом. Некоторые впечатляют там, то ли пророки, то ли какие-то там провидцы, рассказывают тебе детали из прошлого. И ты, вау, откуда Он знает? Меня лично это не удивляет. Если собрать хорошее досье на тебя, я тоже тебе кое-что расскажу из твоей личной жизни. Дьявол все знает, где ты был, чем занимался. А чего удивляться, если это прошлое? Попробуйте, скажите о будущем. Третья потрясающая способность Духа Святого и Господа Бога, о Котором мы говорим, это быть единым в трех ипостасях. И здесь наш разум спотыкается, потому что само слово «триединство» уже иррационально, уже нелогично. Потому что в условии попытались сочетать единицу и тройку. Уже не получается. Потому ломают люди головы и богословы, и не умеют объяснить этой тайны. И лучше и не лезть туда, потому что мы слабые. Но хоть чуть-чуть посмотреть. Я хочу сказать следующее, что действительно по своим свойствам, по своим качествам, что Отец, что Сын, что Святой Дух абсолютно идентичны. Нет ничего в Сыне или в Духе Святом, чтобы отличало Его от Бога Отца или Бога Сына, кроме миссии. Кроме миссии, которую они выполняют. Мы уже сказали, была эпоха Бога Отца. Потом пришло время, может быть, центральная тема вообще нашей истории людской – приход Христа. Сегодня время, эпоха и миссия Святого Духа. Мы же не можем приписать Духу Святому работу искупления. Он за нас не умирал. Он не воплощался. Он не искупитель. Его миссия другая – как раз указать на крест, обличить мир о грехе, привести людей ко спасению. Но по своим свойствам что Отец, что Сын, что Святой Дух, они абсолютно идентичны друг к другу. Потому проблема, как мне кажется, почему мы не справляемся с таким потрясающим откровением триединства? Потому что мы горды. Потому что основные силы гордого человека брошены на то, чтобы выделиться, чтобы меня заметили. Чем я отличаюсь от тебя? Если у меня хорошие физические данные, я иду в спорт. Потому что я хочу еще больше развить. Я хочу теперь не просто между обычными людьми, я хочу даже между спортсменами первым быть. Если у меня получается заниматься по математике, я иду туда. Если живопись или искусство, или музыка, я иду туда. И потому сама идея, даже Адама и Евы, она связана с дополнением. То есть мы взаимодополняем друг друга. Мы все несовершенны. И кто-то посчитал, что на земле до 50 тысяч профессий. И таким образом мы все взаимозависимы и взаимосвязаны, потому что мы дополняем друг друга. Никто из нас несовершен сам по себе. А Бог не дополняет друг друга. Он совершен. потому идея три единства построена на том, что они абсолютно гармоничны и абсолютно едины во всем. Нет ничего такого в сыне, что отличает его или выделяет от отца. Если эти моменты и были, когда он искушался, моя воля добудет, то потому у него и пот кровавый тек, и он боролся в Гефсимане с самой мыслью, самим искушением и одолел ее и сказал, не моя воля, но твоя-то будет. Не как я хочу, но как ты. И он многократно говорил в своей земной жизни, в проповедях, что я ничего не говорю, я ничего не делаю, прежде чем не услышу отца творящего. Оно уж аж странно звучит. как будто он абсолютно безвольный. Наоборот. Он пытается Петру сказать, неужели ты думаешь, я не могу попросить отца? И он пошлет двенадцать легионов ангелов и поменяем этот план. Но как же сбудутся Писания? А как же воля Всевышнего? Поэтому я хочу предложить вам несколько текстов на этот счет, и мы придем к молитве. Иоанна 5,30 «Я ничего не могу творить сам от себя». Ничего это значит ничего. А что значит сам от себя? Ну, в своих интересах, ну, это в моем распоряжении, это время, эти возможности, но никогда сам от себя ничего. «Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, потому что не ищу моей воли, но воли пославшего меня отца». Филипп сказал ему, Иоанна 14, Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам отца и довольны с нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп?» Такое чувство, что хочется сказать, друзья, 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 вы не поняли друг друга. Мы о разных людях говорим, или о разных личностях. Он просит отца показать. А Христос говорит, «Видевший меня, видел отца». Как же ты говоришь, покажи нам отца? «Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне?» Оказывается, здесь проблема не в том, что он не знал, он просто не верил. И у нас сегодня проблема не в том, что мы не знаем, мы просто в это не верим. Мы просто не верим, что отец в сыне и сын в отце настолько, что они могут быть едины, хотя их двое или трое. Мы просто в это не верим. И Христос сказал, «Ты просто в это не веришь, что такое возможно». И дальше он продолжает, «Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Но а где ты, Иисус? А ты вообще есть? У тебя вообще есть право на личную жизнь? Да, есть. Я абсолютно свободен. Абсолютно. Как никто из вас я свободен. Но как же так, что ты ничего не говоришь, ничего не делаешь, пока не услышишь Отца Творящего? Как же так? Вот так. Я таким образом чту Отца моего. И последний текст Духи Святого. Иоанна 16, 13. Когда Христос объясняет нам, когда придет Он, то есть Дух истины, то наставит вас на всякую истину, потому что не от себя будет говорить. Та же мысль, та же концепция, единство. Он не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит. Вот представьте, чтобы мне так сказали, ты ничего не можешь говорить, ты просто будешь читать. Ну как бы такое чувство интересное, да? Не надо ничего от себя говорить. Мы не для этого тебя выбрали. Вот в наш век это выглядит издевательством, в наш век во всей этой закваске гордости это выглядит унижением. А что вы меня выбрали? Я что просто чтец для вас? Найдите другого. У меня столько потенциала, я столько хочу себя реализовать, у меня одна жизнь. А Христос говорит, не я, не Дух Святой, ничего не говорят от себя и ничего не творят от себя. Он, то есть Дух, прославит меня. Чем? потому что от моего возьмет и возвестит вам. Он всю славу воздает мне. А, тебе, да? А послушайте дальше. А все, что имеет Отец, говорит Христос, оно есть мое. Потому я сказал, что Дух Святой возьмет от моего и возвестит вам. Вскоре вы меня уже не увидите. И опять вскоре увидите меня, потому что я к Отцу иду. И дальше он говорит, Пусть пошлет Духа Святого, чтобы он с вами был. А вот с кем мы имеем дело. Вот с каким величием мы, люди, имеем дело. Вот кому мы молимся, вот кто живет в нас. И еще одна потрясающая особенность Бога, одну минуту, это никогда и ни в чем не изменяться. Когда мы говорим друг другу, о, ты изменился, что мы имеем в виду? Или в хорошую или в плохую сторону изменился человек, или старее человек, морщин больше появилось, изменился, или наоборот, человек встает на сцену и говорит, вы знаете, у нас были плохие отношения, но все поменялось за последний год, у нас все хорошо. Так вот Бог не меняется вообще, ни в чем и никогда. Мне понравилось, как православный словарь это обозначил. Неотъемлемые свойства Духа Божия это неизменяемость. Он не подлежит переходам из лучшего состояния в худшее или из худшего в лучшее, потому что он совершен. Тварный мир постоянно изменяется. Постоянно сезоны в природе, мы рождаемся, взрослеем, стареем, умираем. А жизнь Божья не подлежит изменению. Он совершенный. И потому есть тексты в Библии Бог неизменный в слове. Я Господь, я не изменяюсь. У Бога нет изменений, даже тени перемены. Бог постоянен и не изменен. Английский язык говорит whom there is no variation of the slightest hint of change. В нем нет даже вариаций малейшей детали изменений. Он совершен. Я вчера вечером молился, говорю, Господь, я умолкаю перед Тобой, я просто прах, ты прости меня, что я так неаккуратно, так невежественно часто разговариваю с Тобой, ты меня прости. Бог над временем, Бог над пространством. Бог абсолютно триедины и абсолютно неизменный во веки веков. Иисус Христос вчера сегодня и во веки тот же. Hallelujah. Thank you, Jesus. Давайте поднимемся на ноги. Господь, прежде чем мы что-то скажем, ты уже все знаешь. ты знаешь куда движутся наши мысли, ты знаешь чем бьется наше сердце, ты проникаешь до разделения души и духа, судишь помысления и намерения сердечные и нет твари, сокровенные тебя, тебе дадим отчет. господь, господь. Господь, мы в этот год кривлянии, кривлянии, фальши, господи, всякой формы, всякой традиции, которая тебе неприятна. Господи, я хочу идти к тебе сердцем моим и духом моим общаться с тобой. И я благословляю, Господи, чтобы каждый человек, кто когда-либо будет склоняться на молитву, понимал и помнил, что ты уделяешь ему безраздельное внимание в этот момент, чтобы мы научились выключать телефоны, закрываться в наших молитвенных комнатах и понимать, что ты уделяешь мне безраздельное внимание всему, что я говорю, о чем прошу, за что благодарю. Господь, я благословляю, чтобы этот год по воле Твоей, как тебе угодно, исключительно как тебе угодно, мог приблизить нас, сблизить нас, чтобы мы взрослели, взрослели и понимали, перед кем мы ходим, перед кем предстоим, кому обязаны всем, кто знает движение мыслей, кто вникает во все дела наши, у кого все дни наши посчитаны, когда ни одного из них еще не было, который видел зародыш наш, определил наш пол, который все знает о нас и между тем оставляет нам свободу. Я благодарю Тебя, Иисус, я преклоняюсь перед Тобой, Святой Дух, я преклоняюсь перед Тобой, Отец, вместе со всеми в этом зале. О, Иисус, откройся нам, Дух Святой, откройся нам, откройся нам в именах, откройся нам в познании, откройся нам, чтобы мы понимали, кто Ты и служили Тебе преданным сердцем, доколе Ты придешь и не восхитишь нас. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok